На днях был опрос, связанный, какую люди ждут заработную плату, какую бы им хотелось заработную плату. И там процент, более 60%, если там сложить, получилось от 50 до 70 тысяч рублей люди хотят уже такую зарплату. Это необходимость, чтобы они более-менее нормально могли жить. А наше правительство говорит, мы там 26, 29, они, наверное, думают, что это какое-то достижение. Это абсолютно ни о чем не говорит, это не обеспечивает достойный, нормальный уровень жизни. И, значит, политические лидеры должны думать, а как нам прийти к этому. То есть у наших соседей, у соседних государств 700-800 долларов средняя зарплата, значит, это возможно. Но если у наших соседей, значит, и при этом наши граждане более скромные. Например, в России недавно был опрос, 150 тысяч и выше граждане России хотят иметь такую зарплату, 150 тысяч и выше. Наши граждане, я вот говорю, там два показателя, если сложить, вышло, что у них запросы приземленные, то есть наши люди скромные. Но вот этот минимум, как обеспечить, надо думать, значит, сколько надо создавать предприятий, на что делать ставку, на кого опираться, где можно обеспечить быстрый эффект в течение трех-пяти лет. Мы это обсуждали в одной из передач. И я думаю, что только так. Если люди хотят, вынуждены, да, озвучивать, что им 50-60 тысяч необходима зарплата, то это цель, это реальная цель. Или пенсия, которая там 15-20 тысяч, ну и вот по пенсиям не было еще опросов. Но я думаю, что те же будут цифры, 15-20-25 тысяч, средняя имеется. А не как сейчас, вот на днях тоже там 3 тысячи по возрасту пенсия, будет там 4 тысячи, но это же ни о чем. Это ни о чем.